Это вот скворечник. Его строил из моего материала Андрей Дропот, жена которого Анастасия умерла. И вот он сделал тут на фронтоне крест, вырезал из досок и стекло. Мы решили, так не видно его. Я говорю, красная материя, а Володя говорит, нет, надо покрасить. Вот давай крась тогда. Вот как раз сейчас красим. Краску только что купили, батюшка купил. А то рядом прямо мешали деревья, я их спилил. Они на провода будут падать. Ласточки летают, вывелись, а полно ласточек. А это вот наше сюрреалистичное, как говорят, распятие. Голубятня номер один. На железобетонных опорах стоит. А вторая моя голубятня там. Это дом Калашниковых был. А сейчас Владимира Пащенко. Вот отверстие для голубей. У меня руки трясутся никак. Это у Сергея Павловича машина стоит. Это у нас под окном мальво насадили. Интересно, под качели, четвертый раз косить надо. И чуть не, ну больше метра вырастает трава заново. Вот здесь тоже все вырублено было. Ну никак не могу сделать, чтобы не дрожало. Попробую лук-то положить на этот. Володя сказал, он сразу согласился. Только что ходили малину брали. Набрали. Сразу одно ведерко там неполное. Полудера. Батюшке занесли, как благословение, десятина. Со всех прибыл. Да не надо, не надо. Я говорю, матушка просила два килограмма. Сахару дали моей. Ну, батюшка махнул рукой, а ваше дело. Стекло не синее, оно синим отражает. Оно белое. Вон там Володю уже видать. Интересно, а если я уйду с другой стороны, будет ли оно таким же синим стекло или нет? Вот. Это мое окно. Сейчас я пройду маленько с другой стороны. А все равно синие. Скворечник так вот. Похоже на скворечник. Я его назвал скворечником и с тех пор так и зовут его. Скворечник, скворечник. Крапиву окна застилают. Это выше роста человеческого. А там у окна как решетка. Это кобыла тут ходила. Павлова. Вот. Чтобы она морду не разбила, прибили вот эти четыре полосы железа трубочки. Вот это вот внизу. Теперь нету кобылы той. Продал. Видать-то теперь будет лучший крест. Батюшка говорит, синим покрасьте. Я говорю, нет. Кровавый Голгофский крест. Он красный должен быть. А синий он никак еще не говорит. Синий околыш и небесный. А то милиция пусть любит. как Сложеницын пишет. Вот на один слой покрасил. Теперь на другой. Вот Андрей здесь сделал. Провода идут. И главное, если напряжение, оно перегорать будет вот здесь вот. А вот. Вверху. Это ужас какой. Если перегорит. Не соединить уже ничего. На стол плести негде. Возле крыши бы тут еще понятно было. А то вон где, возле столба. И от столба сколько отходит. Метра два. Вот как он мог так сделать? Никто в то время не догадался и не видал, не подсказал. Володя старается. На первом мостике мы перила покрасили. Красный, синий, белый. Мне фуражку порвал. Тут все с сеткой. Рабица везде хватало. Да и старенькая. Уж лет тридцать ей. Я дал Надежде Васильевне. Она сейчас мне покрыла верх. Красным, синим и белым. По второму слою сделай, Володя. А то там какие-то пижины. Пегая такая. Прогалызины. В одном направлении теперь марш. Она лучше тогда будет. А то видно, вот видишь какая-то синева. Стекло просвечивает. Ну и все на этом. А там батюшки сегодня как раз малину убрали. А тот первый дом. Вот этот вот. И прямо за ним. Там был сеновал. Там был сеновал. А это все. Вот это ветла такой растет. А там на бугре березы. Тонкие, высокие. За ними пруд. Первый пруд мы выкопали здесь. А это вокруг все конопля. Дикое все. Так это конопля не наркотическое. Нет. Это на семена. Вот выкосили. А остальное так и репей. Такое. У Стинова то ли баню топят, то ли что. Что-то дым идет. Вот он. Что, Леша, крыша красная. А отсюда даже не видят, что красная. Вот Никита ушел. Дом оставил. Ни слова не сказал. Все. Потерял права на него всякие. Вот это кашели. Все на этом.